Доброго времени суток, дамы и господа! Представляю вашему вниманию сцентиляционные кристаллы йодида натрия, активированные талием. Сцентиляционные кристаллы представляют собой монокристаллы неорганического, это щелочногалоидные, и органического, это антрацен, происхождение с различными активаторами. Принцип действия сцентиляционных кристаллов основан на способности люминофоров светиться кратковременными вспышками порядка сотых доли микросекунды. При этом следует отметить тот факт, что кристаллы йодида цезия имеют меньшую яркость свечения, чем кристаллы йодида натрия при воздействии на них одинаковыми дозами излучения одной энергии. Первый сцентиляционный детектор, названный спинторископом, представлял собой экран, покрытый слоем сульфида цинка. Вспышки, возникавшие при попадании в него заряженных частиц, фиксировались с помощью микроскопа. Именно с таким детектором Гейгер и Марсден в 1909 году провели опыт по рассеянию альфа-частиц атомами к золоту, приведшие к открытию атомного ядра. Начиная с 1944 года, световые вспышки от сцентилятора регистрируются фотоэлектронным умножителем, ФЭО. Вот он. Позже для этих целей стали использовать также фотодиоды. Гамма-излучение при взаимодействии со сцентиляторами вырабатывает импульс света, который преобразуется в электрический импульс с помощью фотоэлектронного умножителя, ФЭО. Обычно кристалл состыковывается с фотоэлектронным умножителем с помощью резиновой манжеты. ФЭО состоит из фотокатода, фокусирующего электрода и целого ряда вторичных электронов умножителя, которые умножают число электронов, ударяющихся у каждой вторичной электроны умножителя. Цепочка резисторов, вот они, обычно размещается во встроенном цоколе в сборе, смещает анод и вторичные электроды умножителя. Есть также и полные сборки, включающие сцентилятор и ФЭО. Свойства сцентилирующего вещества, необходимые для того, чтобы создать качественный детектор, включает в себя прозрачность, большой размер и большой световой выход пропорциональной энергии гамма-излучения. Только некоторые материалы обладают данными свойствами, подходящие для создания и построения детекторов. Обычно используются кристаллы едида натрия, активируемые атомами талия, либо же и едида цезия, также активируемые талием, а также большое разнообразие пластмасс. Но, как уже опоминалось выше, едида цезия и пластмасса имеет меньшее время затухания света, нежели едида натрия. Большое значение Z-йода в кристаллах едида натрия приводит к высокой эффективности регистрации гамма-излучения. Разрешение для кристаллов диаметром в 3 дюйма при длине 3 дюйма обычно составляет около 7% для цезия 137 и немного меньше для кристаллов больших размеров. Время затухания света, постоянное для кристаллов едида натрия составляет около 0,23 мс. Обычные и чувствительные к заряду предусилители преобразуют его в импульс напряжения на выходе со временем нарастания около 0,5 мс. Различные детекторы могут иметь различные размеры кристаллов едида натрия. Сцентиляционные детекторы находят свое применение во многих областях, таких как радиационный мониторинг, радиационный каротаж скважин, сцентиляционная спектрометрия, детектирование различных видов излучений, томография, физика высоких энергий и многих других. Что предлагается в данном видео? В данном видео, как вы видите, в левой стороне экрана расположен ряд кристаллов едида натрия, активированные талием. Как мы видим, как есть и большие кристаллы. Вот такой кристалл имеет размеры 30х70, есть кристаллы средних размеров 30х40. Вот этот кристалл имеет размер 30х25, вот этот 30х20, вот этот 25х40. Как мы видим, абсолютно все кристаллы прозрачные, абсолютно белоснежные, механических повреждений, либо разгерметизации кристаллов в виде трещин, либо иных каких-то повреждений нет. Также отсутствует потемнение и пятна на кристаллах, которые изменяют характеристики кристаллов. Мелкие пятнышки на кристаллах возможно и есть, вот здесь мы видим три мелких пятна, но на счетные характеристики кристаллов данные пятна не влияют. На некоторые кристаллы есть паспорта. Вот, например, вот такой вот паспорт на кристалл номер 3 Т575. Это, наверное, вот этот вот кристалл Т575, 11 месяц 1985 года. Да, этот кристалл. Кристалл, как мы видим, имеет размеры детектора 30х70, вот он. И мы можем посмотреть световой выход условных единиц. Два с половиной, две с половиной условных единиц. Вот паспорт на другой кристалл. Это кристалл С573, серия 79. Вот он. С573, 79 года выпуска. Вот, 10 месяц 79 года выпуска. Все сходится. Данный кристалл имеет размеры, судя по паспорту, 24х40 и энергетическую разрешающую способность 8,6%. Поэтому, если вам будут необходимы сцентиляционные кристаллы и дидонатрия, обращайтесь. Контакты вы найдете в описании к этому видео. Всех вам благ и удачи!